всем привет я михаил сегодня дежурный по гаражу и расскажу вам как поменять на peugeot 308 сцепление но начнем с водной предыстория такова клиент жалуется на слишком большой свободный ход педали сцепления стоит полностью выжить сцепление как машина трогается только когда педаль полностью отпущена не воткнуть передачу на ходу либо хруст либо пробуксовка сцепления когда вы втыкаете повышенную передачу пытаетесь разогнаться обороты тахометра растут а машина не проявляет динамики никакой мой диагноз и вердикт это изношенное сцепление оно могло износиться как по естественным причинам так и вследствие попадания масла ну или какой-то другой причины для того чтобы определить это надо снять коробку передач все что мы увидим вокруг это изношенные опоры двигателя либо пыльники шрус либо масло в коробке либо попадание масла на само сцепление мы все это рассмотрим пощупаем и я вам все покажу хотелось бы рассказать на этом автомобиле перед тем как снять кпп надо слить масло оттуда потому что надо вытащить привода чтобы ничего не потекло и как раз по цвету масла мы определим его состояние скорее всего его придется поменять до черная все но ничего страшного новое масло я купил смотрю на состояние масла не вижу блесток эффекта такого металлической пыли присутствующие в масле поэтому могу сказать что скорее всего коробка живая обычно бывает такое что сливаешь масло блестит и может быть коробку надо уже отдавать ремонт проблем может быть да действительно не в сцеплении а в том что изношена сама коробка перед тем как снять коробку передачи неплохо было бы посмотреть по сторонам и например как вот порванная гофра пыльники приводов чтобы не текло масло сальников приводов рабочий цилиндр сцепления все это неплохо оценить и принять решение требует ли это замены или нет про цилиндр сцепление как раз мы его вынимаем при этой работе при замене сцепления если же с него течет тормозная жидкость это говорит о том что может происходить недовыжим неисправность работы самого цилиндра и его надо поменять вот наш рабочий цилиндр чтобы не потерять тормозуху оденем коричко вот у наш рабочий цилиндр выполнен из пластика честно говоря под пыльником чисто сухо поэтому поставим обратно все в порядке здесь готов к снятию коробки но мне нужна помощь нужны еще одни свободные руки итак я снял коробку передач вижу что сцепление еще оригинальное производство сакс выработка на лепестках на лепестках присутствует но вот я заметил что один от другого лепестка торчит это вот она и есть вибрация на педали по маховику поверхность немного изношена конечно но трещин я не вижу синих мест тоже вроде поехали даже ровную но это нужно проверять мерной линейкой перед установкой надо почистить и обезжирить поверхность поехали мне все таки кажется что сцепление под износилась из-за попадания антифриза на него вот здесь вот видно старые потеки но эту проблему уже устранили плане системы охлаждения стоит новый антифриз сюда не попадает да здесь подготовили теперь посмотрим на саму коробку передач обратите внимание на шлицах отсутствует смазка следы выработки присутствуют перед установкой нового комплекта сцепления рекомендую все это помыть почистить практичнее всего сделать это на мойке но перед этим надо снять вилку выжима поехали все такое грязное что же прям не хочет вылезать ух втулка первичного мало тоже смазка на ней давным-давно высохла все отмоем очистим с выжимом будет все хорошо ну поехали на мойку к механизму выжима относятся как рабочий цилиндр сцепления который я уже диагностировал к нему у меня претензий нет так и вилка сцепления на ней виды следы неравномерного износа это говорит о том что подшипник на направляющей втулке не скользил из-за грязи и кстати на направляющей втулке тоже виды следы износа и его было бы неплохо поменять подшипник выжимной мы меняем в априори потому что он идет новый в комплекте хочу обратить ваше внимание что втулка обойма подшипника пластиковая ее мазать ни в коем случае нельзя да еще есть одна деталь это упор вилки по нему кстати претензий у меня нет все хорошо по направляющей втулки как видно у нас на старые следы износа это попала смазка подшипник на ней закусал он износил втулку мы берем новую прошу обратить внимание на то что втулка совмещена вместе с сальником первичного вала поэтому перед установкой неплохо было бы смазать рабочую часть сальника маслом ну и шлицы первичного вала для того чтобы диск сцепления свободно перемещался по валу если посмотреть внимательно на диск сцепления то с одной стороны мы видим еще остался фрикционный материал и видно всю на точку а с другой стороны с внутренней как раз таки где корзина есть следы износа в большем объеме это говорит о том что диск не перемещался на первичном валу для того чтобы этого не происходило мы сейчас все это почистим и нанесем специальную смазку наносим смазку на первичный вал теперь аккуратно берем диск сцепления не трогая за фрикционный материал надеваем и снимаем надеваем и снимаем излишки смазки удаляем после чего можно взять новую втулку и прикручиваем на свое место под упор неплохо тоже было бы положить немножко смазки новый подшипник главное попасть перед установкой корзины нужно обезжирить поверхность рабочую от транспортировочной смазки иначе это приведет к быстрому износу сцепления если этого не сделать опять же не трогай не с руками об пару болтов корзина сцепления тянется по диагонали первый полк верхний остальные последующие протяну динаметрическим ключом и коробка готова занять свое место перед установкой коробки передач нужно убедиться в том что направляющие коробки присутствуют здесь все на месте все готово поэтому можно стыкать коробку иди вверх тихо 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 все дома готово и до шпильку все можешь бросать спасибо начальника я свободен а и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, сцепление поменяли, педаль мягкая, все передачи включаются, нет посторонних вибраций, шумов Самое главное теперь правильно эксплуатировать автомобиль, не возить ногу на педали, не трогаться с 4000 и все будет хорошо Спасибо, что досмотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока! Спасибо!